Представьте себе такую ситуацию. Вы военный инженер, конструируете военные самолеты. И вот ваши военные самолеты летают, возвращаются с боя, снова улетают, снова возвращаются с боя. И если есть какие-то повреждения на них, то это повреждения на крыльях. Все крылья, понимаете, в дырках. Что вы будете делать? Вы будете заниматься своими проектами самолетов, укрепляя крылья. Проблема состоит в том, что вы не учитываете те повреждения, которые привели к фатальным последствиям. Потому что часть самолетов не вернулась. И не вернулись они, потому что им попали в бензобак, в другую часть самолета. Те, которые вернулись, кажется, что вот они и, собственно говоря, по ним и надо анализировать ситуацию. Это называется когнитивное искажение, ошибка выжившего. Мы не видим очень многих проблем, потому что анализируем не критические случаи, не фатальные случаи, а то, что попадается нам на глаза. И вот, например, успешный успех. Вам могут рассказывать, что вот человек мечтал-мечтал о чем-то. У него все получилось в этой жизни. Что он намечтал, то и получилось. Но почему вы не считаете количество людей, которые мечтали, и у которых вышло все прямо в противоположном образом? Потому что они не рассказывают о том, что они были такими недальновидными фантазерами. И возникает ошибка выжившего. Если вы хотите принимать правильные решения, вы всегда должны анализировать всю выборку. Подумайте, где вы сами сталкивались с этим когнитивным искажением, ошибка выжившего? Где мы не видим подлинных проблем? Отпишитесь в комментариях.